Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Оксаны Пугачёва. И смотрите сегодня. В речке на теплотрассе снегу не место. Новосибирцы обеспокоены ростом несанкционированных снегоотвалов. Кто виноват в том, что пешеходы стали чаще попадать под колеса автомобилей? ГИБДД проводит специальный рейд. Фильмы-номинанты на Оскар и участники международных фестивалей. Чем порадуют горожан фестиваль немецкого кино? А теперь об этих и других событиях более подробно. Экстренное предупреждение объявила служба МЧС. Связано оно с плохой погодой. По информации синоптиков, ожидаются метели, усиление ветра, заносы на дорогах, понижение температуры воздуха. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линии связи, падением слабо закрепленных конструкций. На случай подобных ситуаций напоминаем телефон объединенной диспетчерской службы мэрии 051. Обильные снегопады, резкое похолодание и усиление ветра могут стать причинами трагедии на дороге. Только за минувшие выходные на трассах Новосибирской области произошли несколько ДТП со смертельным исходом, в которых, к несчастью, погибли и дети. Отчего водителей в ГИБДД предостерегают, далее в нашем выпуске. Прошедшие накануне снегопады и резкое похолодание превратили, что естественно, проезжу часть в каток. И только вместо наледи стал проглядываться асфальт, дорожники все-таки старались вовремя почистить трассы. Синоптики объявляют, что это только начало. Гидромедцентр и МЧС передают на ближайшие дни также понижение температуры, усиление ветра, возможность снегопады, что будет провоцировать снежные переметы, гололедные явления. Поэтому госавтоинспекция Новосибирской области предупреждает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Необходимо выбирать безопасный скоростной режим, быть предельно внимательным при совершении обгона транспортного средства, дабы не допустить дорожно-транспортных происшествий. Предупреждение ГИБДД, как это часто бывает, водители вспоминают лишь когда попадают в неприятности. К несчастью, зачастую эти дорожные происшествия оборачиваются трагедией. Так, только за минувшие выходные, как раз когда были снегопады, на областных трассах произошло два столкновения, в которых погибли и взрослые, и дети. Уже после уборки снега в понедельник ранним утром вновь лобовое ДТП со смертельным исходом. Основными причинами всех этих дорожных происшествий, говорят в госавтоинспекции, стало как раз несоблюдение автовладельцами мер предосторожности в сложных погодных условиях. Это же подтверждают и сами водители. Если бы был один мороз, ничего страшного, даже лучше, чем слякать. А вот ветер и снежная пурга усложняют ситуацию, говорят те, кто не понаслышке знаком с трассами. Наверное, снег и переметы. Морозы, как бы, нормально. Хорошо ехать. Местами нормально, местами, ну, как бы, вот, не очень. Ну, а что мешает? Все-таки больше мороз или переметы снега? Переметы. Мороз, он нормально. По морозу, наоборот, она, как бы, гавалёда нету. Еще раз напомним, что в ближайшие дни от погоды водителям ничего хорошего ждать не приходится. Чуть потеплеет и сразу снегопад, а потом опять резкие морозы. Так что золотое правило «тише едешь, дальше будешь» в такие погодные условия может реально спасти жизнь вашу и окружающих. Железнодорожники сообщают, что к снегопадам готовы. Для очистки стрелочных переводов созданы оперативные бригады и организовано их круглосуточное дежурство. Каждый работник обеспечен утепленной одеждой и спецобувью. Обильные снегопады приводят не только к транспортным коллапсам в Новосибирске. Другая проблема также ежегодно возникающая вновь беспокоит горожан, а именно несанкционированные снеготвалы. К нам в редакцию обратились люди, которые утверждали то, что в Кировском районе снег валят прямо в речку и на теплотрассу. На месте побывала наша съемочная группа. Бульдозер сваливает снег и соответственно все примеси, которые в нем есть, прямо в небольшое проточное озерцо. У тех людей, которые за этим наблюдают и возмущаются, сомнений не возникает, что снег, убранный из проезжих частей или автомобильных парковок, не может быть чистым. Вот здесь внизу озеро, там бьют родники. Вот по врагу это озеро стекает в тулку, но тулка вот попадает. Снеготвал здесь работает уже второй год, говорит мужчина. И если отбросить проблему с экологией, все-таки снег валится прямо в речку Тула, то возникает другое обстоятельство. Прямо здесь проходит теплотрасса. Что характерно, трубы ее не защищены ни тепла, ни гидроизоляции. Снизу идет теплотрасса Пятисотка, 33 Кировская пиковая котельная. Идет теплотрасса наша с камеры. То есть четыре организации на этой теплотрассе сидит. И пол Кировского района. Энергетик уверен, что снег, песок и соль для железных, горячих труб смесь просто губительная. Но этому оврагу с речкой и здешней теплотрассе вообще не очень везет. Например, этим летом здесь устроили свалку какого-то грунта. На фотографиях видно, что засыпают и трубы, и место, откуда бьют родники. Местные про это знают. Теперь вот снег. Первый факт небезопасен для теплоснабжения района. Второй для экологии. Однако в мэрии Новосибирска нас заверили, что данное место действительно выделено распоряжением главы города под временное складирование снега. Это значит, что снеготвал по адресу улица Беловежская, 6А, узаконен. Но может власти не знают всех обстоятельств. Поэтому мы намерены привлечь независимых специалистов для оценки ситуации и продолжить эту тему в ближайших выпусках нашей программы. В Новосибирске обсуждают, как управлять будущим. В нашем городе начал работу форум, на который приехали молодые ученые, студенты и аспиранты со всей России и зарубежья. Всего более 700 человек. Помимо общих тем, участники форума «Управляй будущим» обсудят экономическое развитие Сибири. Финансовые возможности, рынок труда и проблемы региона продлится мероприятие до 26 ноября включительно. Пешеходы продолжают попадать под колеса машины, во многом по собственной вине. 24 ноября, несмотря на резкое похолодание, новосибирские гаишники провели рейд по местам, где нет пешеходных переходов. Зато есть много людей, перебегающих проезжую часть, рискуя своими жизнями. Общение с нарушителями, а также с теми, кто за рулем, в очередной раз доказало – пешеходы и автомобилисты по-прежнему плохо понимают друг друга. Для своего очередного рейда инспекторы ДПС выбирают особо опасные участки, где нет светофоров и знаков пешеходного перехода. Впрочем, их отсутствие вовсе не смущает пешеходов, которые, даже заметив экипаж патрульной службы и нашу съемочную группу, невозмутимо перебегают дорогу там, где этого делать нельзя. И, как это часто бывает, у нарушителей находится множество причин, по их мнению, очень уважительных, чтобы рисковать собственными жизнями. Мне далеко-то до светофора, мне надо в стоматологию, я опаздываю, мне извините, пожалуйста. Здесь просто ближе? Ну, да, там далеко возвращаться, можно я пойду? Ну, я внимательно смотрю, я же вижу, что там светофор выключается, народ стоит, я перехожу только внимательно. Нарушаю, понимаю, но обход тем более холодно, быстрее бы до дома добрали. Одних нерадивых пешеходов гаишники штрафуют, с другими проводят беседу и прямо на месте показывают профилактические фильмы. Впрочем, перепуганные нарушители информацию впитывают невнимательно и пытаются поскорее уйти. Автомобилисты видят ситуацию по-своему. Говорят, выскакивая на проезжую часть в неположенных местах, пешеходы сами провоцируют аварийные ситуации. Пешеходы абсолютно неграмотные. Во-первых, не умеют переходить пешеходные переходы даже на зелёный свет. Идут как будто на прогулки. Учитывая, что у нас очень много машин, плотное движение в городе, я считаю, что пешеходам надо немножко поторопиться на пешеходном переходе. Потому что иногда из-за такого отношения пешеходов, вот именно на перекрёстках случаются аварии. И достаточно нелепые, глупые и со смертельными исходами. Впрочем, ответственности с водителей, стражи закона тоже снимать не собираются. В ходе рейда штрафуют тех, кто не притормаживает перед пешеходными переходами. Инспекторы утверждают, подобные мероприятия проводим не от хорошей жизни. Ведь те, кто на машине и те, кто без неё, по-прежнему конфликтуют на дорогах. Ежедневно за подобные нарушения штрафы получают порядка 50 автомобилистов и 200 пешеходов. Обычно в суете люди не задумываются о том, что после нарушения может последовать какие-то более плачевные последствия. Вот хотелось бы довести такие цифры. За 10 месяцев на пешеходных переходах произошло 172 дорожных транспортных происшествия, в которых 18 человек погибло и 163 человека пострадало. Добавим, что рейды по пешеходам и водителям по всему Новосибирску будут проводить в течение недели. И если в первый день инспекторы чаще предупреждали, чем наказывали нарушителей, то в последующие дни обещают быть неумолимыми. За непредоставление преимущества в движении пешеходам автолюбители раскошелятся на полторы тысячи рублей. А те, кто переходит дорогу в неположенном месте, заплатят по 500 рублей. 18 тонн хурмы не пустили в Новосибирск инспекторы Росельхознадзора по Новосибирской области. Фрукты происхождением из Кыргызстана в наш город привезли автотранспортом через Республику Казахстан. Хурма оказалась без необходимого фитосанитарного сертификата. В итоге вся партия была возвращена обратно отправителю в Казахстан, как того требует карантинное законодательство. Современный гаджет помог судебным приставам вернуть долг. Индивидуальный предприниматель не хотел оплачивать налоговую задолженность размером 80 тысяч рублей. В судебных приставах он уверял, что все оплачивал вовремя, но, как сообщает пресс-служба управления, подтверждающий это документы предъявить не смог. Когда инспектор объявил, что прямо сейчас наложит арест на новый iPhone 6 предпринимателя, тот тут же достал деньги и расплатился с долгом. Через несколько секунд расскажем о том, что готов представить сибирским зрителям немецкий кинематограф. В Новосибирске стартовал фестиваль немецкого кино, уже седьмой по счету. Как говорят организаторы, среди которых Институт Гёте и Кинотеатр Победа, на этот раз программа особенно насыщенная и интересная. Много фильмов, которые сняты недавно, но уже успели завоевать призвания на разных конкурсах и фестивалях. Среди почетных гостей оказалась немецкая актриса Генриета Конфуриус. О немецком кинематографе в Сибири наш сюжет. Немецкое кино уже хорошо знакомо сибирскому зрителю. Фестиваль проходит в седьмой раз. По сложившейся традиции, все фильмы показывают на языке оригинала, но с русскими субтитрами. Открывать фестиваль в этом году доверили художественному фильму и участнику Берлинского кинофестиваля, снятому в этом году. Он о том, насколько жестоким бывают бизнесы конкуренциям. Название под стать «Время каннибалов». Фильм «Открытие» посвящен теме глобального капитализма. Он носит странное название «Время каннибалов». Когда мы отправляли приглашение, я, честно говоря, немножко боялась, как откликнутся люди и что подумают. Ну вот, фильмом о зомби открывают программу. Один из актеров этого фильма, Дэвид Штрисов, несколько лет назад приезжал на фестиваль в Новосибирск. На этот раз почетной гостьей стала актриса Генриета Конфуриус. Фильм с ее участием «Возлюбленные сестры» будет показан 25 ноября. Главный герой картины номинанта на Оскар 2015 – поэт 18 века Фридрих Шиллер. «Для подготовки к роли в этом фильме пришлось многому научиться. Например, в фильме очень много пишут писем, и нам нужно было познакомиться со шрифтом того времени и с языком того времени. Также мы учились танцевать и играть на пианино». Предвкушая встречу с сибирским зрителем, Генриета пока делится своими впечатлениями о сибирской погоде. «Я приехала в Новосибирск вчера, и мне сказали, что нужно обязательно использовать этот день, потому что еще тепло. Хотя минус 4 градуса для меня тоже уже много. Но когда я проснулась сегодня утром, я поняла, что тогда имели в виду». В Германии, по словам актрисы, молодежь все реже смотрит кино по телевизору и все чаще ходит в кинотеатры. Возможно, и новосибирская публика на этой неделе последует этому примеру и прикоснется к немецкому кинематографу через большой экран. Тем более, что выбор фильмов велик – 8 игровых, 2 документальных и специальная подборка короткометражного кино. В Новосибирске появятся новые горнолыжные трассы. Так, по сообщению пресс-центра мэрии, уже в конце этой недели в сноуборд-парке Горске откроется трасса для параллельного слалома. Всего в этом году на склоне будет работать 5 трасс, одна из которых учебная, другие – для соревнований. 22 декабря на открытом турнире их уже смогут опробовать спортсмены. Кроме того, чиновниками сейчас рассматривается еще одна перспективная площадка для занятий горными лыжами и сноубордом. Расположена она в районе Бугринского моста. Если в ближайшие год-два будет решен вопрос с благоустройством и освещением, то там откроется еще одно отделение школы Олимпийского резерва. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...